Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, надеюсь на помощь или хотя бы маленький совет, мне нравится мой бывший парень, у меня сильные чувства к нему, но про него не уверена, что делать, добиваться его или оставить, просто нехорошо возвращаться, но может у меня получится, в голове только мысли о нём, будто схожу с ума, может мне стоит сначала само измениться, а потом про отношения, что делать в такую ситуацию. Ну, вообще говоря, совет вы получите навряд ли, потому что психологи советов не дают, и соответственно говорить о том, что вы получите совет, ну, в общем, как-то неэтично, непрофессионально, это первое. Второе, значит, вы пишете, что у вас к нему сильное чувство и у вас он бывший парень, значит, вы были в отношениях и, соответственно, потом вырастались. Были причины, вероятно, для того, чтобы вырастались, были какие-то, ну, проблемы, очевидно, вот, иначе бы, вряд ли бы просто так вырастались, да, вот, соответственно, нужно хотя бы сначала разобраться в том, что это за проблемы, которые по итогу привели к расставанию между вами, вот. Потому что, может быть, у вас и правда получится вернуть, как вы говорите, ну, прошлое, да, может быть, может быть, но дело здесь, на мой взгляд, заключается в том, что вы, да, прошлое, может быть, и вернете. Вот, а те, ну, те проблемы, которые, условно говоря, ну, между вами были, вот, они никуда не денутся, то есть они никуда не уйдут. И это, ну, приведет к тому, что вы будете, будете чувствовать, ну, себя вот так, как вы чувствовали, когда расстались впервые, вот. Поскольку я, вот, честно говоря, не думаю, что вы бы этого хотели, да, вот, то именно по этой, пожалуй, причине, я думаю, что вам имеет смысл сначала сделать анализ ваших отношений, вот, чтобы, вот, ну, просто увидеть, просто увидеть для начала, что конкретно, вот, деструктивного вы могли сделать в этих отношениях, что, вот, по итогу привело к расставанию. Вот, вот, это такой момент, и, как мне кажется, довольно важно. Следующее, если мы говорим о том, что у вас, вот, ну, к человеку, есть чувства, да, ну, вот, ну, если мы, вот, как-то об этом говорим, то, важно, понимать, вероятно, что это за чувства, что это за чувства. То есть важно, ну, отдавать себе отчет, в том, какие это чувства, вот, если вы говорите, например, что сходите с ума, да, вот, ну, по человеку. А вот, что это, что здесь, в данном случае, это, это про страсть больше. Это про потребность. Я имею в виду, вы, ну, мужчина, вот. То есть, о чем мы здесь говорим, в этом смысле. А, вот. Понимаете, да? Какая штука. И нам нужно с этим разобраться. Если. А, если. А, меняться. Да? То есть, если вы собираетесь меняться, супер. А, ну, меняться нужно, если, если меняться, то меняться, наверное, нужно для себя. То есть, вот, что, скажем так, конкретно вам, да, не хватает, и, вот, в чем конкретно вы, к примеру. А, ну, чувствуете, что вот, значит, качество, именно качество вашей жизни ухудшается. То есть, вот, как-то, на мой взгляд, в этом направлении, я думаю, вам стоит подумать, как минимум. Я не думаю, что вы сможете по своему собственному желанию взять и что-то поменять. То есть, ну, вы не сможете, например, заставить себя что-то изменить. Вы не сможете заставить себя, там, ну, поменять отношение к человеку. Заставить себя действовать, вот, по отношению к нему, как-то иначе. Это вряд ли возможно, потому что чувство от вас не зависит. И если, ну, если существует какая-то проблематика, если существуют определенные чувства, ну, ваши, вот, ваши определенные чувства, если существуют, да, вот, то вы не сможете просто вот так вот взять, да, и переключиться с них, там, да, на вот что-то другое. Поэтому как-то вот думать о том, что это зависит от вас, на мой взгляд, ну, вот, в какой-то степени довольно наивно. Я бы, я бы так сказал здесь. Вот. Это необходимо учитывать. 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 Этот момент. Необходимо учитывать. Самое лучшее, что вы можете сделать для себя в этой ситуации, самое лучшее, что вы можете для себя сделать, это обратиться. к психологу и разобраться к себе. Вот. Захотите ли вы после этого гармонизировать отношения с молодым человеком? Вот. Ну, имеется в виду своим, да? Захотите ли вы гармонизировать отношения с ним? Или захотите вы, допустим, меняться как-то самостоятельно, наоборот. Это уже вам решать. Да? То есть, вот, на мой взгляд, вы, ну, вполне способны ответить о себе, да, на этот вопрос. Даже если сейчас вы не можете ответить себе на этот вопрос, все равно специалист поможет вам это сделать. Лучше, чем вы, ну, чем вы сами это сделаете. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. На последующих хочется сказать, да, помимо того, что, вот, значит, я буду благодарен вам за обратную связь, да, по моему ответу, потому что это, позволит вам, да, позволит вам начать работу над собой. Я бы хотел еще сказать, что я недавно отвечал на вопрос, вот, некоторый, ну, такой вот вопрос подобный. То есть, я, ага, не хочу сказать, а, ничего не хочу сказать, да, вот, но, просто, если вы уже задавали такой вопрос, да, и выдаете его, как-то, как-то, вот, снова, то само собой это нехорошо. То есть, вы, ну, вы не решите свою проблему. Таким образом, вы не сможете ее решить. Дело в том, что проблематика эта решается исключительно посредством индивидуальной работы. Вот. То есть, вот этот аспект, на мой взгляд, необходимо учитывать обязательно, если мы говорим про возможность вашего, скажем, дальнейшего роста. В противном случае, вы будете, ну, вот, на одном месте топтаться, да, ну, задавая себе, то есть, задавая снова и снова, да, задавая себе вопрос. Вот. Вот. Ну, как бы, просто вот, постарайтесь увидеть, да, куда и к чему вас это может привести. Ну, на мой взгляд, ни к чему хорошим. Вот. Я очень надеюсь, что, конечно, я ошибаюсь, и что это не вы писали. Вот. Я очень надеюсь, что, ну, ошибся. Вот. Вот. Ну. А если вдруг это выйдет, вот, подумайте, пожалуйста, о целесеобратности данного направления. Это, обожаю свое решение, о, ваших, о, значит, вот, трудностей. Я это говорю только для того, чтобы была возможность, да, эффективно вам помочь. Вот, я это говорю только для этого. Удачи вам всего самого доброго. Обращайтесь.